Есть хорошее правило, чтобы не упасть, нужно смотреть под ноги. Сегодня это правило придется нарушать и поднимать голову вверх. А все потому, что по веселому календарю 19 июня празднуется День наблюдения за облаками. Как часто и как долго саровчане смотрят в небо, пойдемте узнавать. Как часто голову вверх поднимаете? Часто. А что там видите вообще? Вот облака вижу. А может быть какие-то фигурки, что-то там? Бывает, да, и это бывает. Как воображение, когда как. Ну вот облака, какие красивые, поднимаю иногда голову. Все-таки вот красиво очень, вот мельска какая. Нравится голубое небо, нравятся облака такие красивые. Все нравится очень. А часто голову поднимаете? Да, мне нравится. Особенно, когда в машине едешь. А какие вообще бывают облака? Есть, например, перистые, кучевые. А самое большое облако знаешь какое? Нет. Лучевые облака. Ты знаешь, что они 300 километров достигают? Их можно увидеть только со спутника. Не знала. Теперь будешь знать. Все, пошли. Где лучше всего наблюдать за облаками? На фонтане и в парке. На море. Лучше всего наблюдать за облаками на поляне. Здесь можно упасть в праву, поднять голову вверх и увидеть, как над тобой проплывают белоснежные облака. По мере возможности стараемся почаще, но смотреть на небо. А что вообще можно увидеть наверху? Ой, какие облака, в какой форме, что они изображают. И зверей, и людей, и птиц. Слушаем, смотрим. Выяснилось, что большинство саровчаны любят и хотят смотреть на облака. От этого у них повышается настроение, и они получают удовольствие. Друзья, смотрите в небо и вдохновляйтесь. Про облака узнавали Ирина Вашегородцева и Владимир Лисик.